Понимаете, проблема в том, что если мы пойдем структурно сейчас, как оно развивалось, это будет 5 минут. Церкви организовывали миссии. Миссии проповедовали Евангелие, верующие в этих миссиях организовывали церкви. Смотрите, идея в том, что я хотел бы скорее вас заинтриговать не самой наукой и не самими терминами или структурой. Моя идея, чтобы вы увидели людей и в этих людях увидели себя. Потому что люди, они бывают, ну мы люди. Помните, мы вначале начинали наше занятие с того, что мы цитировали Матфея. Идти во все народы и делать себе учеников из людей. И если мы посмотрим вообще на миссиологию, на миссионеров, то сейчас мы можем представить, что они были великими воинами божьими. Мужья и жены Божьи, которые терпели лишения, которые не знали, ну, страха. Но если мы посмотрим на этих людей, мы увидим то, что эти люди были такие же, как и мы. Они проходили через сомнения, они проходили через страхи, у них были кризисы веры, у них были непонимания каких-то вещей в жизни. Понимаете? То есть Бог призывает идти. Он идет, а ничего не получается. Понимаете, да? И сегодня в нашей жизни происходят похожие вещи. Мы дети Божьи. Мы верующие в Иисуса. И что? Бог призывает нас. У нас есть миссия. И ничего не получается. Мы опускаем руки и уходим в бизнес. В лучшем случае. А кто-то разочаровывается и уходит из церкви в мир. Потому что он говорит, а там же интереснее, чем здесь. Особенно молодые люди. Знаете, я всегда удивляюсь, как вот мы как бы пришли, многие из моего поколения, мы были в 90-е годы пришли. В конце 90-х, в начале 90-х. Это был период такой, знаете, старый, уже завершилось. Ну, как бы советский режим, коммунистический режим, светлое будущее разрушено. А будущего еще нет. Ориентиров нет. И мы получались в таком периоде, когда мы не знали, куда нам идти, что нам делать. И мы бросались в разные стороны. В разные религии, там, знаете, восточные культы. Кто-то в бандитизм, кто-то в бизнес, кто-то в алкоголь, кто-то в наркотики. Понимаете? Потому что были сбиты цели, были сбиты жизненные ориентиры. И мы проходили через определенные какие-то трудности, испытания. Кто-то проходил через наркотики, кто-то через алкоголь, разрушенные семьи. Кто-то проходил через, ну, разрушенный бизнес. Понимаете, да? Да. Но я понимаю четко, что моя задача помочь этим людям не совершить те же ошибки, которые совершал я. Понимаете, да? Наша задача воспитать. Помните, мы говорили об учении, что настоящий еврей тот, у кого внуки евреи. Настоящий христианин тот, у кого внуки христиане. Мы должны не просто состояться как личности. Мы должны научить наших ближних. Мы должны научить наших детей тому, что мы имеем. И это наша миссия. Миссия как христиан, как личность, как миссианских верующих. Понимаете? И поэтому я могу вам дать структуру. Могу рассказать, как оно выглядит, как оно написано по-научному. Но моя задача вдохновить вас. Посмотреть на себя со стороны. Увидеть себя в своих трудностях. В своих страхах. Потому что я хотел этот урок посвятить биографиям. Знаете, один из известнейших христианских деятелей, он говорил так. История состоит из биографии. И если мы посмотрим, в 1900-м таком-то году родился тот. Умер тогда. Но это уже биография. И мы рассказываем, что проходил этот человек в это время. И мы показываем этот исторический момент. Но кроме этого, мы показываем, как он жил. Какие решения он принимал. Как эти решения повлияли на окружающий мир. К чему это привело сегодня. Потому что мы уже говорили, что вот этот молодой человек. Цви, с которого мы смеялись, что олень. Простите меня. Благодаря ему сегодня мы сидим здесь. Потому что его решение идти за Христом помогло другому человеку, ключевому человеку, изменить целый мир. Потому что именно с Давида Рабиновича официально начинается история мессианского современного движения. Потому что он показал, что евреи могут верить в Ишуа и оставаться евреями. Что им не нужно становиться русскими, китайцами, французами, японцами. Они могут быть евреями. И при этом, при этом верить в Ишуа, в Иисуса Христа. Потому что до этого, вы помните, евреи, верующие в Христа, что? Ему говорили, ты больше не еврей. Ты не можешь быть евреем праздники, субботы, новомесячки, все. Это не твое. Теперь ты веришь. Помните, как ту историю про курицу? Ты уже не курица, ты рыба. Не помните. Я расскажу вам потом, в конце. Потому что наша задача сейчас... Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос и правильный вопрос. Я объяснял мой метод преподавания. Я готов вам преподнести академически, по-академически, как в школе. Правила, объяснение правила, пример. Но я хочу, чтобы вы начали думать. Я хочу, чтобы вы начали мечтать. Чтобы вы начали желать, хотеть, переживать, плакать, радоваться, ошибаться. Я хочу, чтобы вы жили. Вот это для меня важно. Да. Да. На Ришельевской. Я хочу тебе сказать сразу. Если ты хочешь заняться ортодоксальными евреями, тебе нужно стать, уподобиться ортодоксальным евреям. Если ты к ним придешь в короткой юбочке, раскрашенная помадой, то они тебя не станут сушить. Потому что у них есть определенный стимул. Дресс-код. Подожди, я объясняю тебе. Почему? Привести и тех, и тех легко. Очень просто. Дух Святой приводит к Богу. Не мы приводим. Мы являемся теми, кто доносит Евангелие. А Евангелие начинает работу в их сердцах. Ну, смотри. Я понял, ты сейчас говоришь о методологии. О том, как можно достичь. Но скажи мне, кому было легче прийти к Иисусу? Апостолу Павлу или апостолу Петру? Правильный ответ. Одинаково. Просто у каждого был свой путь. Апостол Петр, он пошел и три года ходил за Христом, пока он не сказал ему, ты кто? Сын Божий. А Павлу понадобилось только увидеть его один раз, пасть на колени и сказать, что делает для тебя Господь. Понимаете? То есть процесс покаяния мы не знаем. Мы можем достигать их. Но если мы хотим достигать хасидов и ортодоксальных евреев, то мы должны в какой-то момент уподобляться им. Я не говорю носить цицит, кипу или это. Но мы должны уважать их. Они должны видеть в нас, что мы уважаем их. И они должны видеть, что мы знаем, о чем мы говорим. Не просто Иисус любит тебя. Понимаешь, да? Мы должны уметь отвечать на их вопросы. О том, что мы говорили. Обучение. Миссионеры начали миссии. Они начали школы, в которых обучали людей. И ты должна понять, что это были люди, знающие те традиции. Это мы сейчас, ассимилированные евреи. Они знали свои традиции. Они учились, как преподнести Евангелие в свете того, что они знают. Понимаешь? И есть вопрос простой. Это трудно, но это возможно. Потому что Богу все возможно. И те люди, о которых я рассказываю, тот же, например, Хамь, Едид, Полок. Он был ортодоксальный еврей. Леон Розенберг. Он был ортодоксальный еврей. Рабинович. Давид Рабинович. Он был ортодоксальный еврей, внук Равина. Ицхаклин Хинштейн. Он был раввин, который пришел к Иешуа. Даниил Циан. Главный раввин Болгарии. Главный раввин Болгарии. Он пришел к Иешуа. Понимаете? Поэтому идея в том, что мы должны делиться тем, что мы имеем. Вот это важно. И когда мы начинаем этим делиться, то многие ортодоксальные евреи... Я вам скажу так. У меня было такое переживание. Я ехал по автобусе, и мы проезжали Умань. Это было 12 лет назад. И у меня был такой маленький Новый Завет. Знаете, вот это такой. И в Умани сели паломники, хасиды. И со мной сел молодой мальчишка. А у меня был Могин Давид. Вот так выставлен. И он мне сел. О, говорит, ты еврей? Я говорю, да, еврей. Он говорит, классно. А я, говорит, с Америки. У меня родители русские. Я еврей. Я приехал сюда, ну, там, Раби Нахман, Нахман и Уман. Поклониться Раби Нахману. Ну, потому что, знаете, да, есть традиция приехать на Рошашана. А у меня на Рошашана не получилось. Я приехал просто, но чтобы побыть там. И мы с ним просто разговаривали всю дорогу. Я даже не говорил, что я этот... Он мне выспал на улицу, дал мне в руки доллар. Один доллар. Почитай молитву. Я прочитал. Он говорит, это твой цедака для тебя. Ну, в таком плане. У них такая традиция. И потом мы постепенно начали что-то слово за словом. Я начал говорить о Раби. Он начал говорить... Он сам начал говорить, что я жду Машеяха. Я говорю о Машеях, Ешуа. И мы перешли. И потом я ему даю Новый Завет. И он отберет Новый Завет и говорит, это что за книга? Говорю, это книга Раби Ешуа. Он целует ее, вложит в карман и говорит, это был великий пророк. Понимаете? То есть... И я был в такой степени поражен, потому что я не привык к такому. Потому что раньше ты даешь этот, ну... А тот человек берет, он ищет Бога. И для него Новый Завет, да, он еще не Господь, не Бог, но он для него уже Раби, он уже Еврей, он уже Пророк. Понимаете? Следующий шаг, как у Павла. И все. И он мне подарил кипу. Я раньше когда-то ходил в такой глубокой кипе. Там был балабон, он отлетел потом. Ну, понимаете сама идея? Мы можем достигать таких людей. Мы должны любить их. Но мы не ожидайте, иногда многие мальчики дружат с еврейскими девочками, чтобы уехать в Израиль. А многие еврейские девочки, ну, дружат с еврейскими мальчиками, чтобы тоже выйти замуж за еврея. Это не евангелизация. Это просто возможность уехать в Израиль или выйти замуж за еврея. И проповедь Евангелия заключается в чем? В проповеди. Миссия наша нести Евангелие. Она выражается, может, словами и чем еще? Делами, поступками. Понимаете? Они людей лечили не для того, чтобы привлечь людей. Они просто делали это, чтобы помочь людям. Но люди, видя их доброту, видя их служение, что начинали делать? Они начинали раскрывать свое сердце для Евангелия. И так же самое сегодня. Мы можем пойти к старикам. Столько много еврейских стариков, которые просто нуждаются, чтобы хоть раз в месяц к ним кто-то пришел, посидел с ними, поговорил с ними. Это правда. И Хецед не справляется. Понимаете? Ну, мы ждем так. Мы пришли, и все такие сразу. Где же ты так столько лет был? Да неужели? Вот это да! Я так... Я сразу верую. Где твоя община? Я пойду в нее. Я буду делать все, что ты мне скажешь. Так бы хотелось бы. Но оно так не работает. И знаете, мы завтра будем говорить о молитве. И очень часто мы считаем, что молитва – это то, что идет после нашего действия. И это в корене неправильно. Наша молитва должна идти впереди нас. Моравские братья сто лет молились, чтобы потом то, что мы сейчас видим, происходило. Они не увидели то, что видим мы, в чем мы пребываем. Они молились и просили, Боже, спаси Израиль. Они не знали, как это произойдет, кто придет, кто будет проповедовать, но они молились. И что мы видим сейчас? Мы сидим в этом классе. И я верю, что каждый из вас призван к еврейскому народу. Я не знаю, в какой роли, кто как будет делать, кто будет с детьми, кто будет со стариками, кто будет делать мудрость матери, мудрость отца, кто будет молодежи служить, на сцене петь песни. Послушайте, мне спрашивают, а как же так? А вот как же я могу проповедовать евреям? Я стою на сцене просто в прославлении. Напойте просто для Господа. А я возьму эту запись и принесу своему еврейскому другу. И Дух Святой коснется его сердца. Понимаете? Все делайте, как для Господа. Это основная цель миссии. Потому что миссионеры были такие люди, как мы. Они тоже плакали, они тоже радовались, они ошибались. Леон Розенберг, о котором я говорил, я и люблю его. Вот как именно, как образ. Знаете, вот он для меня человек, как, ну знаете, вот путеводная звезда. Я изучаю его жизнь. Я понимаю, что он прошел через многие трудности. От него отказалась семья, когда он уверовал во Христа. Его хотели разручить с любимой женой, потому что он уверовал во Христа. И слава Богу, что она избрала его. Она пришла к мужу своему. У него умер ребенок. Когда он ехал сюда, в Одессу, на миссию. И он не оставил, он не ушел, не ушел. Знаете, а зачем она мне? Он приехал в Одессу. Он пережил еврейский погром в пятом году в Одессе. Он пережил гонение в Одессе. В 21-м году его хотели расстрелять ЧК здесь. Просто привели в подвал и хотели расстрелять. И Бог миловал. Он уехал, он потерял все, что здесь было. Я потом расскажу, вот сейчас буду рассказывать об этом. Он потерял все. Он уехал в Польшу, страна, которая была антисемитской страной. И он начал новую миссию. И эта миссия в городе Уодсь была большой. Они организовали сиротский дом для евреевских детей. И в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, он был в Америке, а его жена осталась здесь. Ну, в Польше имеется в виду. И через год, через полтора года всех его детей убили вот этих из этого, из этого, ну, из этого детского дома. Его жена чудом осталась живой. Посмотрите на его жизнь. И он не опустил руки, и он пошел дальше. Когда кончилась война, он нашел свою жену, слава Богу. Он приехал в Палестину, в Израиль, который только стал страной, и он начал помогать там людям. Он начал проповедовать евреям. И евреи, прошедшие концы лагеря, видевшие эти ужасы, приходили к Господу. Вы понимаете это? Потому что его миссия была нести благую весь Ишуа. Он любил Господа. И я смотрю на его жизнь, она вдохновляет меня не опускать руки. У меня столько раз уже опускались руки. Я столько раз совершал ошибки. Я столько раз хотел все бросить. Но я смотрю на жизнь этих людей, на жизнь этих миссионеров, и они вдохновляют меня. Слово миссионер, оно страшно для многих евреев. Миссионер, он пришел изменить мою жизнь. Он хочет, чтобы я стал не евреем. А я говорю сейчас о миссии. О том, что у нас есть миссия и цель. Миссия служить еврейскому народу. А цель проповедовать благую вещь, чтобы они спаслись, чтобы они познали Ишуа. Хорошо. Я вас не сильно закручиваю. Я просто очень люблю историю мессианского движения этих людей. Знаете, для кого-то история это что-то странное. даты, какие-то непонятные люди. А для меня это жизнь. Сегодня я смотрю на их жизнь и я вижу вас. Я вижу вас, потому что каждый из вас стоит каждый день на каком-то решении. Кто-то хочет уйти в мир, я не говорю про вас сейчас, да, у кого-то рушится семья, у кого-то есть проблемы в бизнесе, и мы готовы оставить что-то, чтобы вот, ну, у нас стал статус-кво. Вот цена, которую мы будем платить. И если мы призваны Господом, понимаете, и мы будем делать Его работу, неужели Он не решит все остальное? Помните, как написано у пророка, да? Вы говорите, не пришло время строить дом Божий, а свои дома строите, поэтому ваши деньги утекают сквозь как кошель. Начните строить дом для меня, и вы увидите, как Я благословлю вас. Я стою на основании того, что когда мы начинаем служить Господу, когда мы начинаем посвящать Ему время, жизнь, Он начинает устроять нашу жизнь. Когда мы начинаем идти к Нему, Он начинает открывать перед нами горизонты. За свое время, когда я был неверующий, я не выезжал дальше своего города. Знаете, моя дальняя поездка это было к другу в деревню, попить с ним там самогонки. спасибо Господи, что Ты меня избавил от этого. Сейчас Бог дал мне милость, и я могу учиться в другой стране. Я никогда не мечтал об этом, но Бог открыл горизонты, потому что я хочу служить Его народу, я хочу служить Богу, я хочу угождать Ему. И это не означает, что Он не будет делать то же самое вам. Каждый из вас, каждый из вас призван к своей миссии. Просто очень важно знать, какая это миссия. Я говорил на втором уроке, спрашивайте у Бога, где мое место, где мое призвание, что я должен делать для тебя. И когда Он вам ответит, начинайте это делать. И вы увидите, вы увидите спасенные жизни. Хайди Бекер, которая приехала в Африку, и которая увидела этих умирающих детей от голода, от без воды. С ней что-то произошло, с американкой, которая привыкла к роскоши, которая могла жить, шиковать, которая приехала, посмотрела, уехала. Ее жизнь изменяет жизни других людей. Бог приходит в Африку. То же самое происходило с этими людьми. Их миссия изменяла жизни людей. Бедные евреи, которые издевались и смеялись. Они становились, они как одевали апостольские одежды. Они изменяли страны, они изменяли континенты, мышление людей. Понимаете? То же самое делаете вы. Будете делать вы. А может уже делаете. Одесса город с богатой историей и совершенно необыкновенными людьми. Артисты, ученые, поэты, сионисты, кто только не ходил по бульварам Южной Польмиры. Но наша история не о них. Хотя безусловно каждый из них заслужил право на публикацию в периодических изданиях. Поговорим о евреях христианах. Да, вы не ослышались. Ведь евреи бывают не только певцами, борцами с преступностью и известными налетчиками. Помните Бене Крик. Да и христианство возникло не на просторах Римской империи и на базарах Пестрой Византии. Все началось в Иудее. Первыми учениками раби Ишоа, которого все знают, как Иисус из Назарета, были евреи. Но мы опустим 2000-летие истории. Это интересно, но займет слишком много времени и бумаги. Посему к делу. Давайте переместимся в 1905 год, когда на еврейский вокзал прибыл поезд из Варшавы, в котором приехал молодой еврейский юноша родом из Польши по имени Леон Розенберг. Правильно. Он приехал не делать деньги, как это делали многие еврейские юноши, приезжающие в Одессу, и даже не политику. Хотя в Одессе творил сам Вольф Евнович Жаботинский, основатель и идеолог сионистов-ревизионистов, создатель еврейского легиона и организации Иргун и Байтар. Леон Розенберг приехал в Одессу, чтобы проповедовать евреям истину о еврейском мессии Ишуа Хамашиах и Иисусе Христе. Итак, Одесса. На перроне вокзала его встречал старый раввин и пастор Рудольф Курланд. Прошлое и настоящее мессианского движения среди евреев встретились, чтобы заложить основание будущего. И оно таки было заложено без ложного пасофаса и громких речей. Безусловно, я уже слышу голоса многих оппонентов, которые говорят, что было не так много, не намного хуже, о чем говорит автор. Но где два еврея, там три мнения, и все вместе, и каждый в отдельности будут считать, что истина только с ними. Поэтому давайте посмотрим на плоды служения Леона Розенберга и сделаем свои выводы. До политического беспредела, который именует Великой Октябрьской революцией в Одессе, успешно развивалась община евреев-христиан, которая называлась Первая Еврейская Христианская Церковь в Одессе. Ее пастором был Леон Лазарович Розенберг, и он еще был представителем миссии Милдмей, помните, да, мы о ней говорили. В общине было более двухсот членов, то есть двести евреев, которые собирались на богослужение в собственный молитвенный зал по улице Кузнечной 23. Улица Кузнечной 23, так и есть Кузнечная 23, но самого здания нету, оно было разрушено во время Второй мировой войны, туда попала бомба. Вы помните, да, что по улицу в субботу они собирались в 19.00 и в воскресенье в 17.00 вечера. По адресу улица Спиридоновская 7, он есть, до сих пор это здание, и в нем, вы помните, да, магазин продуктов и адвокатская контора. Был открыт магазин склад библейских книг, в котором продавались библии на разных языках, в том числе на иврите и идыш. При общении была открыта школа для детей сирот и дом престарелых. Вы представляете, что такое было Спиридоновская 7? Это угол Кузнечной Спиридоновской, на углу было, а туда чуть-чуть дальше было это сдать. И смотрите, очень интересный момент. Еще раз, при общении была открыта школа для детей сирот. Помните, да, истинное благочестие, что? Обратить внимание на вдов и сирот и дом престарелых. Вы представляете, что было со стариками евреями, которых выгоняли на улицу собственные дети? куда они могли пойти? Не было в то время государственных пенсий, то есть их просто выгоняли на смерть. Простите меня, такие времена были. И они брали этих людей и заботились о них, кормили их, одевали их. Потом, смотрите, мастерская по обучению ремеслу, помните, мы говорили об этом. И я Борису сегодня вспомнил одну историю. Однажды к Леону Розенбергу пришел налетчик с пистолетами и говорит, приходит, представляете, он сидит, заходит молодой человек с двумя пистолетами и говорит, все. И он говорит, На него наставил, говорит, я хочу с тобой поговорить. Он говорит, у меня нет денег, что я тебе? Он говорит, мне не нужны деньги. Я прошу, сними мне комнату, чтобы я мог обучиться этому ремеслу. Я просто не хочу быть бандитом, я не хочу грабить людей, но я не знаю больше, чем заняться. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу, хочу быть хорошим человеком. Ну, представьте, к вам сейчас зайдет какой-нибудь рэкетир и скажет, не хочу быть рэкетиром, научи мне быть сварщиком. И Леон Розенберг снял ему комнату и проплачивал ему еду, чтобы он не умер от голода. И тот учился на сапожниках. Он стал сапожником, уверовал в Господа, женился на хорошей девушке из общины, у них была хорошая семья, и в будущем он был проповедником в городе Улудск. Представьте себе картину. И вот он убрал этих людей и учили их таким вещам. Итак, смотрите. И у них еще была бесплатная чайная, где бедные нуждающиеся евреи и не евреи, заметьте, тоже могли получить бесплатную еду. То есть они могли прийти, им давали кусок еды, маск, хлеб, чай. То есть в таком плане они могли покушать, тарелку супа, ну и не умереть с голоду. То есть я вам сейчас говорю о практических вещах до сегодня. Мы сегодня занимаемся социальной работой. Вот вам социальная работа, которая происходила в те времена. Итак, пастор Розенберг понимал, что его главная цель не только проповедовать Богу и весть Ешоа евреям Одессы, но и делать учеников, те, кто пойдет дальше и продолжит начатое служение. При общении был образован учебный центр, говоря еврейским языком, мессианская Ешива, в которой уверовавшие в Ешоа евреи получали необходимые знания о Новом Завете и снаряжались до дальнейшего служения. Одесская община и миссия Милдмей были начаты подобные еврейские и христианские собрания в Киеве и Днепре. Потому что в дальнейшем их ученики, ну, я буду говорить, было начато в Белостоке, в Ровно, в Бресте, в Варшаве. Итак, делу распространения священных писаний среди евреев в России посвятили себя многие уверовавшие сыны Израиля, вступившие в качестве миссионеров в Милдмейскую миссию. В числе их был известный Рудольф Гурланд, главный пастор в Митаве, работавший во благо своего народа с 1871 по 1905 год и почивший в Господе после тяжелой болезни 4 июня 1905 года. В Одессе пастор Мейерсон и Розенштейн и миссионеры Фанштейн, Нелом, Левинский, Зильберштейн, Розенберг, Леон Розенберг, Зальцберг, Иофе, Брегман, Гинсбург, Альтман, Кудашевич, Смоллер, Белоус. Белоус был пастором в 1917 году Житомирской общины. Городищ, Тростяницкий, Авербух, Авербуха мы уже встречали, да, он был в Кишиневе, вы помните, и до 1939 года там была община и даже свыше, но он был пастором до 1939 года этой общины. и сестра Елена Вайман из брошюры возникновения евангельской миссии среди евреев деятельности миловмейского общества распространения священного писания миловмей миссион to the Jewish и устройство христианской общины евреев-евангелистов в Одессе 1918 год. То есть у меня есть такая брошюрочка 1918 год, в котором это написано. Итак, многие из перечисленных имен неизвестны широкому кругу читателей. И честно сказать, мало кто сегодня знает, кем были эти евреи. Но если мы прикоснемся к завесе тайны, за которой сокрыты истории и судьбы этих божьих посланников, возможно, и наше настоящее обретет новое доселе неизведанные нам краски. Например, Леон Авербух, еврей, обладающий уникальным музыкальным даром, он играл прекрасно на скрипке, чтобы вы знали, он был регентом, он организовывал музыкальные вот эти квартеты, хоры. Человек, оказавший, то есть музыкальный, да, человек, оказавший влияние на развитие и рост баптистских церквей в Молдове. То есть я вам еще раз говорю, он был одним из начинателей баптистского движения в Молдове. Вы должны понять, что баптизм в то время это было прогрессивное движение, это было пробуждение, пробуждение среди тех церквей, которые были на то время. продолжатель дела Иосифа Рабиновича в Кишиневе, успешный пастор еврейской христианской общины Бетель, или Елена Вайман, сестра Фани Розенберг, сестра Милосердия, деканиса и миссионерка для еврейского народа в Румынии и Болгарии, Турции и Англии, посвятивший всю свою жизнь на служение Богу, или Петр Городище. Я хотел бы вам рассказать в конце этого урока о Петре Городище. Это очень важное имя, потому что он является, вот глядя на его жизнь, мы можем увидеть развитие миссии, конкретно миссии, еврейской миссии. Смотрите, Нухим Городище родился 12 июля 1884 года в еврейской семье в местечке Рогозино, Беларусь. Он был сыном Мориса и Евгении Шмидти. О детских годах Нухима известно мало, но исходя из того, что он был достаточно образован в знании еврейской традиции, Галахе, и хорошо разбирался в писании и устной Торе, можно сделать вывод, что, как и все еврейские дети своего времени, он с 5 лет начинал учить еврейский алфавит и к 12 закончил начальный хедр и поступил в хасидскую Иешиву. В 1907 году он женился на Ривке Городищ и, вероятно, в 1909 году принял Иешуа как мессию и личного спасителя. В моих руках прошение пастора Розенберга в Министерство внутренних дел Российской империи, отдел духовных дел за номер 4138 от 14 мая 1910 года, в котором он ходатайствует о разрешении принять водное крещение супругам Нухиму и Ривке Городищ. Помните, да, что надо было подать прошение, его рассматривали, и если давали разрешение, уже в 10-м году уже была, скажем, как у нас говорят, скачуха. До 1905 года могли отправить и в Сибирь. И отправляли, кстати. Разрешение было получено, но сам факт крещения не освобождал семейство Городищ от ограничений, наложенных на еврейских граждан Российской империи антисемитскими законами от 1896 года. Этот факт показывает, что обращение Нухима после крещения принявшего имени Петр было неформальным, а результатом искреннего покаяния и обращения ко Христу. То есть, понимаете, да? В период между 1910 и 1913 Петр Городищ и его жена Ривка, принявшая имя Елена, являлись членами Одесской общины и миссионерами миссии Милдмей. С 1913 по 1915 год он был помощником священника в приходе Евангельской Реформаторской Церкви в Гродно. То есть, его пригласили быть помощником священника в городе Гродно. Там же он проводил служение для евреев. То есть, несмотря, помните, как Павел он шел к неевреям, но при этом служил евреям. И вот вам еще одна миссия. Где бы они ни были, даже в христианских церквях, они не прекращали свое служение евреям. Потому что, помните, миссия служения еврейскому народу. Цель принесения спасения для еврейского народа. Смотрите дальше. В дальнейшем его служение с пастором Адольфом Пламешем имело продолжение в 1934 году. В Вильнюсе был образован союз евреев-христиан и евангельских христиан. Посмотрите. Помните, мы говорили, что из евреев и неевреев он создал одного нового человека. И евреи, а никто блаженны миротворцы. И одно из предназначений израильских верующих христиан из евреев это быть миротворцами. Теми, кто приносит мир. Итак, смотрите. Первая мировая война. С началом Первой мировой войны в 1914 году Петр Городич как представитель миссии Милдмей и миссии Барбикан. То есть, в то время миссионеры могли быть представителями не одной миссии, а двух. был занят оказанием гуманитарной и социальной помощи для еврейских бирженцев. Это заключалось в открытии бесплатных пунктов по раздаче горячей еды в Гомеле и Гродно. Об этом мало говорят, но в истории Российской империи существовала практика массово-принудительного выселения целых народов. В советское время вы помните, чеченцев переселяли, крымских татар, потом западной Украины тоже сгоняли и в Сибирь отправляли. Помните, были такие практики. Подъезжали машины, людей сажали в поезда и увозили. То же самое происходило в Российской империи. Смотрите, в 1915 году евреи Курляндии, это сегодня Прибалтика и некоторых областей Западной Украины были насильно сорваны со своих мест и переселены вглубь Российской империи. Инициатором этой акции стал великий князь Николай Николаевич Романов и Янкушевич, начальник штаба Ставки Русской Армии. Они посчитали, что евреи, имевшие родственников за границей, в частности в Германии и Австрии, могут послужить своей рода пятой колонной и в решающий момент русского наступления предать Россию. Глупость, скажете вы, но евреи этих областей думали иначе. Поселение осуществлялось очень тяжелых для евреев условиях. На сборы давало 48 часов, часто не разрешалось брать самые необходимые вещи. Высланные подвергались издевательствам, их перевозили в товарных вагонах с надписью шпионы. Представляете, идет война и тут везут вагоны, на которых написано шпионы, еще это евреи. Представляете, во что это выливалось. На новом месте они терпели лишения, голод, потому что никто же не объяснял, что они не шпионы. Кто это? Да это шпионы приехали, на вагонах было написано, евреи. А, евреи, громить их, понимаете. А потом, как проповедовать Евангелие таким? На новом месте они терпели лишения и голод и насилие со стороны властей и местного населения. Именно этим евреям, переселенцам и слушал Петр Городич. В Одессе аналогичную работу проводил Леон Розенберг и Первая еврейская и христианская церковь. В Днепре, это был город Екатерина Слава в то время, миссионер, миссия Меудмей и служитель Одесской общины Петр Смолер. Итак, в 1915 году Петр переехал в Киев. Посланники Первой еврейской христианской церкви и миссия Меудмей уже проводили там служение, и там была организована группа для уверовавших евреев. Но с приездом городища эта работа обрела новый импульс. Как мы говорили, Петр занимался оказанием помощи еврейским беженцам, и эта безназвестная работа приносила свои плоды. Я цитирую из ежемесячного журнала духовно-нравственного характера в евангельском духе вестик мира 1918 года. Могу показать, у меня он здесь с собой. Собрание евреев и евангелистов Мелмейской миссии по воскресеньям в 5 часов вечера, евангелизация по вторникам в 7 часов вечера, общий разбор Библии, и по субботам в 7 часов вечера собрание молодожи. Улица Рейдерская, 5. Это было тяжелое время. Мировая война, февральская буржуазная революция и большевистский октябрьский переворот, который перерос в гражданскую войну. Евреи страдали как наименьшая защищенная часть населения от националистов всех мастей, как сторонников царского режима, так и большевиков. Еврейские погромы стали обыденной практикой меняющейся политической среды. Но, несмотря на это, работа среди евреев Киева развивалась. В июне 18-го года община под руководством Петра Городич была официально признана правительством и получила разрешение на проведение публичных собраний. Зал на Рейдерской, 5. был переполнен. Община публиковала объявления в газетах, печатала плакаты с приглашениями на служение. Видите, как они достигали? То есть, для тех времен это было новшество печатать в газетах, выставлять на улицах объявления. Такого, ну, это была, скажем, прогрессивная часть. Смотрите дальше. Стоит отметить тот факт, что полное членство в общине было ограничено и только евреи и христиане могли быть членами этой общины. В 1920 году Петр был приглашен в США. В Киеве остались верные друзья и соработники на Ниве Божьей Масин, Лидия Липман и другие. В США Городич проповедовал в церквях и благодаря этому Бог открыл новые возможности для продолжения миссии среди евреев в Киеве. Были собраны пожертвования и на них открыт новый зал общины по улице Крутой Спуск. Сегодня район Контрактовой площади. Была начата и открыта община в городе Житомир, где пастором стал служитель из Одессы Белоус. Работа среди евреев была начата в Чернигове, Ровной и местечке Сдолбунов. Вот посмотрите, развитие миссии вы хотели посмотреть. Человек приезжает Розенберг, они начинают с пастором Горландом вот этот магазин, евреи уверовали, появляется община, они начинают поднимать учеников, ученики идут дальше и начинают новые собрания, новые собрания развиваются и разрастаются в новые собрания. А все началось с этого парня, который подарил Новый Завет своему свояку. Видите, как интересно все? Вот вам развитие миссии. Смотрите дальше. У меня осталось пять минут. Итак, смотрите, миссионерский обзор мира 1920 год сообщает, общественная жизнь в апостольском духе произвела впечатление на жителей Киева и перенесла дань уважения даже среди врагов. Чистота и простота жизни, братский дух любви, преобладавший среди членов еврейской христианской общины, привлекали многих из тех, кого отвращали богословские споры. Вот ответ. Слышишь? Еще раз. Богословские споры отвращали, а что привлекала чистота отношений и любовь между ними? Понимаете? Это очень важно. С момента возникновения еврейской христианской церкви, другое название, христианская сионистская церковь, в Киеве находилась по тринадцатыми различными правительствами. Десять раз город находился в осадном положении и на его улицах шли бои. Дважды артиллерийские снаряды попадали в здание общины, один раз там никого не было, а во второй раз чудесным образом люди, находившиеся в собрании, были выведены до взрыва и никто не пострадал. Там, где царил голод и самые непреодолимые на первый взгляд жизненные лишения и невзгоды, пастор Городич и его коллеги жили и служили в заключении хочется отметить, что миссия Милдмей для евреев, которой сотрудничал Петр Городич в Киеве, закрыла свое деление в двадцать втором году. То есть ей запретили как иностранные миссии находиться на территории Советской Республики. А община евреев-христиан была уничтожена органами ОГПУ в 1932 году в период массового гонения на церковь. Но как свидетельствует Петр Городич в своем докладе на еврейской христианской конференции 1927 года в Будапеште, работа в Киеве и Житомире продолжалась и евреи приходили к познанию Иешуа. К этим городам добавился город на Волыне ровно. Я не буду дальше рассказывать, ну это интересная история, я могу дальше рассказать, ну уже наверное чуть-чуть попозже. В дальнейшем Петр Городич начал общину в городе Белосток. И эта община выросла в очень большую общину. Они начали такие же самые общины в городе Бресте, ну Брест-Литовский, потом вы помните Брестская крепость. В этом городе, в городе Луцк, ну на Полесье они очень много служили. Но я хочу вам просто рассказать его последние, вот его последние минуты. Когда пришли нацисты, они согнали всех евреев города в гетто. и евреи, христиане, они не были лишены этой, ну как бы их тоже согнали туда. И многие верующие христиане из поляков, с кем имел общение Петр Городич, предлагали ему бежать. Они ему говорили, предлагали убежище, что они его спрячут, они его переправят за границу, они помогут ему выжить. Они говорили, ты же такой человек, ты столько сделал для Господа, иди с нами. Но Петр Городич принял решение остаться со своим народом, со своей паствой. Никто не знает, когда он погиб. Но когда было уничтожено гетто в городе Белосток, в Польше, там были расстреляны и евреи, и христиане. И среди них Петр Городич и его верные заработники и ученики. Но самое интересное то, что его дело не прекратилось. И выжившие, там было несколько человек, кто выжил. И в будущем они стали основателями, и даже не основателями, а теми, кто помог другим людям основать миссии, которые сегодня, ну, скажем, мы сегодня являемся их результатом. Они уехали в США, они начали там миссии среди евангельских церквей, поднялись люди, которые образовали миссии, которые высвободили Джонатана Берниса. Джонатан Бернис провел здесь фестивали Jewish Voice, еврейский голос, образовались новые общины, образовался NGBI, и наша община тоже является результатом вот этих действий. Понимаете, вот вам миссия, вот вам развитие миссии и непрекращающийся вот этот поток. Ну, на этом у нас сегодня завершилось занятие. завтра у нас молитвенное служение. Пожалуйста, приходите на молитву, потому что завтра молитесь вы, студенты MGBI. Я буду просто просить вас брать микрофон и... Хорошо? У нас есть много нужд. У нас есть Израиль, который нуждается в нашей молитве. У нас есть единство между общинами, у нас есть молитва за пробуждение. И я вас очень прошу, молитесь за свою миссию, молитесь за свои, за свое призвание. Просите у Бога, чтобы Он открыл вам ваше призвание, для чего вы призваны. Понимаете? То есть, я знаю правильный ответ Иисус. У каждого из вас есть, знаете, вот, изюминка. Попросите у Бога свою изюминку. Хорошо? Спасибо большое. Надеюсь, вам не было скучно. Спасибо.